Здравствуйте! И снова с Вами канал Цветы в Доме Комнатные Растения. Вот уже несколько видео подряд, а мы с Вами говорим о декабристах. О том, как правильно за ним ухаживать, как добиться от него пышного и красивого цветения, что делать в случае появления разных болезней, как бороться с вредителями, если те вдруг нападут, и о многих других полезных вещах относительно декабрист. Если Вы вдруг не видели эти видео, а данная информация Вас интересует, то ссылки на них Вы найдете в описании под этим видео, или же просто погуляйте по нашему каналу, и я уверена, Вы найдете для себя очень много полезной информации о комнатных цветах. Ну а мы продолжаем тему о декабристе, и сегодня поговорим о том, как же его правильно пересадить, и когда именно это нужно делать. Неприхотливый в уходе декабрист пришелся по нраву многим цветоводам. И тем не менее, если растения испытывают какие-нибудь неудобства, оно перестает свистеть. Особенно важно своевременно проводить пересадку декабриста. Когда же пересаживают декабрист? Пересадка для декабриста требуется в трех случаях. Первый – это плановая пересадка. Молодые растения нужно пересаживать каждый год, а взрослого декабриста – раз в три года. Если растение достаточно крупное, то пересаживать его следует не чаще, чем раз в пять лет. Ведь декабрист у нас, как Вы уже знаете из предыдущих видео, довольно-таки большой долгожитий. Следующий – это при размножении декабриста. Пересадка стеблевых черенков позволит получить молодые растения. Для посадки годятся черенки с двумя-четырьмя сегментами. В принципе, и с одним также может подойти. Такие черенки нужно откручивать с растения, не срезать, откручивать и подсушить их примерно сутки. Затем черенки помещают в горшок с почвой и обильно поливать. Третий вариант, когда декабристу требуются пересадки – это при лечении цветка. Иногда растение сильно поражается болезнью и вылечить его не получается. В этом случае потребуется пересадка молодых здоровых черенков. В любом случае, пересадку декабриста проводят весной после его цветения. Период покоя у растения в то время закончился и оно начинает активный рост. Пересадку декабриста начинают проводить с конца февраля и до мая. Ну что ж, а теперь давайте перейдем непосредственно к самой пересадке. Сначала нужно подобрать горшок для пересадки. Емкость должна быть не высокой, но широкой, поскольку корневая система у декабриста расположена у поверхностной почвы. Треть всего объема горшка должен занимать дренаж. При использовании излишне широкого горшка декабрист начнет наращивать зеленую массу в ущерб цветению. В качестве грунта используют почву для кактусов, либо самостоятельно готовят смесь с листовой, верновой землей и песка. В соотношении 2-1-1. Субстрат должен быть слабокислым, водопроницаемым и продезинфицированным. Кирпичная крошка улучшает структуру почвы, а добавление толчаного угля является природным антисептиком для растений. Лучшим грунтом для декабриста является торт. Чтобы легко извлечь растение из горшка, его опускают в ведро с водой. Смывают остатки старой почвы, после чего переставляют в новый горшок. Корни извлекать нужно с особой осторожностью, поскольку они очень хрупкие. При перевалке осматривают корневую систему, насколько она здоровая. Гнилые, поврежденные и засохшие корешки удаляют, после чего декабрист можно насаживать в горшок. Почвы засыпают пустоты в горшке, плотно утрамбовывая каждый слой. После пересадки декабрист поливает теплой водой. Однако излишний полив повредит ног посаженному растению, поэтому целесообразно участить опрыскивание. Когда растение проживется, у него нужно прищипнуть каждый побег, что стимулирует закладку дополнительных веток. В этом случае цветение пересаженного декабриста будет обийным и продолжительным. Вот и все на сегодня. Всем нашим подписчикам, а также новым зрителям, я желаю успеха в выращивании комнатных растений. Ведь наш канал создан с той целью, чтобы помочь вам в этом деле. Помочь полезными советами или же предоставить необходимую информацию о том или ином растении. Поэтому подписывайтесь, кто еще не подписался. Ну а если у вас же остаются все-таки вопросы, вы всегда можете писать их в комментариях. Ну а с вами был канал «Цветы в доме» и комнатные растения. Всех благодарю за оценку к видео. И всем пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»